всем привет с вами канал все про android сегодня у нас на обзоре вот такой вот мини саундбар от блитцов называется он мини саундбар про версия почему про я так и не пойму перед этим у меня был обзор на предыдущий саундбар в котором был тюнер fm встроенные часы здесь же минималистичный дизайн выполнен саундбар из поликарбоната вот такого вот глянцевого соответственно как вы понимаете будут оставаться всевозможные отпечатки пальцев на передней стороне находится металлическая сетка здесь же логотип blitzwolf я думаю вот так вот поднесу будет видно выполнен он из металла на нижней стороне находятся прорезиненные ножки довольно таки высокий подъем и довольно устойчиво стоит саундбокс на поверхности ну хотя при максимальной громкости и при сильных басах немного начинает съезжать на правой стороне расположены органы управления здесь кнопка питания громкость плюс-минус и кнопка bluetooth об управлении немножечко попозже на обратной стороне порты для подключения это usb aux но и порт micro usb для подключения питания под сеткой находятся два динамика по 5 ватт посередине расположен пассивный излучатель и здесь же светодиод который будет вас уведомлять о режимах воспроизведения поскольку цвет меняется в зависимости от режима воспроизведения давайте перейдем непосредственно к органам управления посмотрим что может наш саунд бар как и любое другое bluetooth устройство при включении сразу начнется поиск о чем будет свидетельствовать мигающий голубой светодиод после сопряжения он будет постоянно гореть синим цветом есть три режима как я уже говорил режим flash накопителя режим aux и режим bluetooth соединения переключение режимов осуществляется нажатием кнопки питания то есть мы переводим саунд бар в режим aux в режим bluetooth ну и соответственно при подключении flash накопителя начнется автоматическое воспроизведение и саунд бар перейдет в режим воспроизведения и будет гореть ярко фиолетовый светодиод управление воспроизведением и громкостью перемоткой треков осуществляется при помощи кнопок плюс минус и bluetooth при нажатии в любом режиме сопряжения то ли это аукс то ли это bluetooth то ли воспроизведение слешки на значок bluetooth воспроизведение будет останавливаться и продолжаться громкость короткие нажатия будут уменьшать громкость на минус и соответственно на плюс увеличивать громкость длинное нажатие будет перематывать треки вперед назад остановим воспроизведение я думаю по режимам все довольно таки понятно по автономности в режиме воспроизведение по bluetooth устройство проработала около четырех часов на громкости 65 60 процентов то есть громкость варьировалась до 100 я поднимал когда тестировал после чего заявила мне что battery low и надо до заряжаться ну и наверное для понятия о том как звучит я скажу несколько слов поскольку смартфон его динамики и микрофон я пробовал писать они ну ни в коей мере не передают как вы понимаете диапазон частот о том говорит о том что немного занижены средние частоты немного занижены высокие частоты но еще раз повторюсь устройство позиционируется как саунд бар для лэптопов и персональных компьютеров поэтому на мой взгляд довольно таки приемлемый уровень громкости звучит довольно таки громко и скажем так басит несмотря на то что диапазон низких частот начинается со 100 герц я сейчас просто включу вам воспроизведение слэш накопителя затягивать видео не будем потому что но все равно не даст это понятие звучание скажу что как для устройства которое стоит около 35 долларов все довольно таки отлично звучит и работает я думаю этого будет достаточно при воспроизведении музыки с youtube и я подключал когда играл игры особых задержек я не заметил внимательно следил за губами диктора который вещал нам что-то на youtube и отставаний ну практически нет если они есть то какие-то доли мини-секунды которые для человеческого глаза моем лице были недоступны и так плюсы во первых много интерфейсов подключения второе довольно таки чистый без хрипов звук минусы зарезанные высокие низкие частоты на мой взгляд громкости хватает для данного устройства ну и внешний вид конечно же у устройства довольно таки интересный если исключить то что постоянно залапаются и приходится протирать не во время съемки ссылка на данное устройство будет в описании видео я на этом буду заканчивать подписывайтесь на канал оставляйте комментарии до новых встреч